Музыка Юниорская сборная Украины выиграла этап Кубка мира по фехтованию на шпагах в финском СПО. В составе была воспитанница Харьковской школы, ныне выступающая за Киев, Наталья Степанян. По ходу турнира наши девушки прошли фаворитов Японию, Францию и Израиль. В финале Украина победила Италию. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главное событие харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Теннис. Элина Светолина выиграла турнир WTA в Тайване. Фигурное катание. Александра Назарова и Максим Никитин – победители зимней универсиады. Бадминтон. Харьков принимал чемпионат Украины. Хозяева выиграли 4 золота. Обзор матчей с участием харьковских команд в игровых видах спорта. Греко-римская борьба. Чемпионат Украины среди тех, кто не старше 23 лет. Синхронное плавание. В бассейне «Локомотив» стартовал новый сезон. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор по указу – Инвеститина. Группа D.A.D. Женская сборная Украины по теннису возрастом до 14 лет пробилась в финал Зимнего Кубка Европы. Отбор играли в Анталии в составе три харьковчанки – Любов Костенко и воспитанницы уникорта – Дарья Лопотецкая и Екатерина Рублевская. В полуфинале они переиграли со счетом 2-1 Румынию, а в главном трехматчевом противостоянии победили хозяек – сборную Турции, тоже 2-1. Первая ракетка Украины Элина Светолина выиграла пятый титул в карьере. Это случилось на международном турнире в Тайване. На пути к финалу харьковчанка прошла в двух сетах Евгению Родину из России и Чешку Люцию Градецкую. За выход в полуфинал боролась с Онс Джабур из Туниса и победа досталась украинке только на тайбрейке третьей партии. Далее Светолина относительно легко разобралась с Мэнди Минеллой из Люксембурга 6-3-6-2 и вышла в главный матч турнира. Там первая сеянная Элина также уверенно переиграла китаянку Пен Шуай 6-3-6-2 и таким образом побила титульный рекорд Натальи Медведевой, которая становилась четырежды лучшей на турнирах женской теннисной ассоциации. Спасибо моей команде. Мы тяжело работали каждый день и, видимо, это того стоило. Большое спасибо всем, кто за меня болел. Во время моего четвертьфинала, когда я уступала в счете, вы меня подталкивали идти вперед. Поддержка для меня – это всегда нечто особенное. В новом рейтинге WTA Светолина сохранила за собой рекордную 13-ю позицию. В Харьков вернулись победители зимней универсиады по фигурному катанию Александра Назарова и Максим Никитин. Они выиграли золотую медаль в танцах на льду. В короткой программе студенты Академии физической культуры показали лучший результат, получив 64,12 балла за свой прокат, что позволило им выйти на первое место среди 14 пар, несмотря на один сорванный элемент. В произвольном танце они выглядели еще увереннее и в итоге победили с суммой 165-62, что более чем на 8 очков больше, чем у российской пары. Мы даже не знали, кто будет на универсиаде, то есть мы были, скажем так, была поставлена цель откатать чисто в этих, так сказать, экстремальных условиях, потому что два старта подряд – это достаточно сложный этап, поэтому была цель в этих условиях откатать и выступить на все сто. Я думаю, это получилось. В данный момент цель – отобраться на Олимпиаду, это через месяц на Чемпионате мира, а как отберемся, уже будем строить планы. Ставим другие цели. На Чемпионате мира будет разыгрываться 19 путевок на Олимпийские игры, в Германии, в Аберсдорфе в августе будет разыгрываться еще 5 путевок. То есть какое место нужно занять, чтобы попасть на Олимпийские игры, пока непонятно. Ранее двукратные чемпионы Украины стали бронзовыми призерами Чемпионата мира среди юниоров, а на первенстве Европы среди взрослых 20-летняя Назарова и 22-летний Никитин вошли в десятку лучших танцевальных пар континента, заняв 9 место. В Алматы с ними была их первая наставница – харьковский специалист Галина Чурилова. Они очень креативные, они на самом деле стараются делать все не так, как остальные. Где-то это помогает, где-то чуть мешает, но по крайней мере это интересно. По итогам универсиады сборная Украины в медальном зачете стала восьмой. Продолжает участие в международных европейских турнирах харьковская прыгунья с шестом Марина Килипко. Рекордсменка Украины выступила на этапе серии EAF World Indoor Tour в немецком Karlsruhe. Подопечная Виктора Шевцова покорила личный рекорд в помещении 4 метра 50 сантиметров и с ним заняла третье место. На 5 сантиметров выше Килипко прыгнула финка Минна Никонен, которая стала второй, а выиграла соревнование хозяйка сектора немка Лиза Рыжих с результатом 4,67. В турецком Белеке завершился юношеский чемпионат Европы по олимпийской версии Тхэквондо ВТФ. Финал весовой категории до 33 килограммов превратился в харьковское дерби, победителем из которого вышел Владислав Абадзинский, а Дмитрий Попов занял второе место. Еще один представитель Харьковской области Богдан Трембач стал в этом весе третьим. Также с бронзовой медалью из Турции возвращается Ярослав Твердахлебов, а Дарья Костеневич с серебром девичьего турнира. На прошлой неделе Харьков принимал чемпионат Украины по бадминтону. Соревнования проводятся по мигалке. Год в Днепре, год у нас. На сей раз играли в двух залах. Отборочные встречи 80 лучших игроков страны проводили в школе высшего спортивного мастерства, полуфиналы и финалы во дворце спорта «Локомотив». Кстати, этот зал впервые принимал национальное бадминтонное первенство. На мой взгляд, это способствовало тому, что ребята смогли показать свое истинное мастерство, и игры были очень увлекательными и интересными. В других видах спорта чемпионата Украины, как правило, отборочные к международным соревнованиям. У вас так или чуть-чуть по-другому? Ну, скорее, для нас это соревнования, которые позволяют сформировать сборную команду, потому что международных стартов у нас очень много, ну, у ребят. И, как бы, понять, кто есть кто на Украине позволяет именно чемпионат Украины. Самым напряженным финалом стала главная встреча в мужском одиночном разряде, где играли участник Бразильской Олимпиады Артем Почтарев и Кирилл Леонов из Днепра. На своей площадке днепровец недавно победил олимпийца, что подогревало интерес к встрече. Ни одного проходного розыгрыша не было, хотя первый гейм Почтарев выиграл с преимуществом 4 очка. Во втором своими удачными действиями Леонову удалось вывести соперника из себя, пару раз ракетка Почтарева улетала к потолку. Но в итоге Артем собрался и на тайбрейке взял второй гейм 24-22, став таким образом впервые одиночным чемпионом страны. Победа важна не только с точки зрения титула, она открыла Почтареву новые аспекты для дальнейшей работы над собой. Я навязал свою игру, когда в первой партии, после 15-ти. Вот тогда я играл, вот так, как я играю обычно, там, 2-3 партии. А потом, после первой партии, вначале, какие-то ошибки я раньше просто не допускал. Я в недоумении вообще, как я так ошибаюсь, и это меня больше морально душит, что я не могу понять, что происходит. Вроде все готов, все бью, как бы, да, но удары идут не те, не туда, куда я хочу, не с такой силой. И начинается такой балаган в голове, я не пойму, что происходит, а соперник дальше давит, уже не будет сдаваться. А я ничего не могу сделать, я не могу навязать свою игру. То есть, что-то произошло в голове, и я просто, как бы, теряюсь в игре. Такого раньше никогда не было. В женской одиночной сетке все тоже было более-менее прогнозируемо. Финал получился чисто Днепровским. Участница раунда плей-офф Олимпиады Мария Улитина сражалась с Натальей Войцех. Лучше друг друга соперниц не знает никто, поэтому удивить было трудно. Впрочем, первый гейм Улитина взяла неожиданно легко, отдав сопернице только 9 баллов. Зато во втором Войцех отыгралась на 19, и в решающей партии тоже до самого конца ничего не было ясно. Силы у обеих были на исходе, и в этой борьбе нервов, опять же, на 19 победила Улитина. Естественно, это попадание в Токио, никаких других целей не стоит. На данный момент просто подготовка, и как можно выше подняться в рейтинге мировом. Любопытным получился и финал мужской пары. В первую очередь, с точки зрения состава. Почтарёв и Геннадий Натаров против маститых международников – Валерия Тращенкова и Дмитрия Завадского. Клише «Молодость против опыта в чистом виде». Конечно, все четверо между собой слишком хорошо знакомы, чтобы преподнести сюрприз, но в парном формате всё зависит не от одного человека. Гурманы от бадминтона наверняка получили удовольствие от этого блюда. А те, кто болел за Почтарёва и Натарова, порадовались ещё и десерту – золотым медалем. Они выиграли в двух геймах – 17 и 18. Переломных моментов таких не было. Мы всё время чуть-чуть вели, и то ровно, то оторвались на порочи. И мы не были до конца уверены, что мы выиграем, пока не забили последний очко. Ещё одно историческое событие произошло в финале женских пар. Казалось, что у восстановленного Харьковско-Николаевского дуэта Елена Прус – Юлия Казаринова мало шансов в борьбе против сыгранного разнорукого тандема харьковчанки Елизаветы Жаркой и Войцех. Но смелость не только города берёт, но и титулы. В равной борьбе достойных соперниц за два гейма выиграли Прус и Казаринова – 21-17, 21-18. Слёзы радости на Юлиных глазах неспроста – это первое её чемпионское звание. Для меня лично сыграло, первое – это, возможно, больше желания, чем у них, одержать эту победу. И второе – за очень многие годы это единственная была спокойная игра. Мы всё-таки много лет играли на международном уровне, много играли в финалов. И какой-то опыт, всё-таки, я думаю, что опыт сказался. Смешанную парную категорию выиграли харьковчане от Ращенков и Жаркая, вторые – Почтарёв и Войцех. Бронзовыми призёрами стали в одиночных разрядах Марина Ильинская и Александр Шмундяк. В парах – Георгий Натаров и Дмитрий Карпенко. Итого на счету хозяев турнира 4 золота и по 3 серебряные и бронзовые медали. В Мариуполе сыграли второй тур мужского ватерпольного чемпионата Украины. Центральный матч между львовским «Динамо» и сборной Харьковской области завершился скандалом. Фактически львовяне выиграли 5-4, но Харьков подал протест и судьи его удовлетворили, назначив переигровку последних полутора минут. В это время был отменён Харьковский гол. Пока счёт в протоколе 4-4, окончательное решение примет Исполком Федерации. В 15-м туре футзальной экстралиги Харьковский локомотив потерпел поражение во Львове от энергии. В первом тайме Тарас Кусь протянул мяч по линии и прошил в ближнем углу Дмитрия Литвиненко. После перерыва капитан Харьковчан снова увидел мяч в ближнем углу, теперь после удара Андрея Федюка. И, наконец, тот же Кусь с 6-ти метров с носка отправил мяч в ворота уже Юрия Савенко. 3-0, энергия выиграла, локомотив опустился в таблице на 5-е место. Волейбольный локомотив также во Львове играл национальное дерби против Баркома. В первой игре подопечные Игоря Зяблисова проиграли первый сет, затем две партии выиграли, но закончить четвёртом игровом отрезке не сумели. Впрочем, как и в пятом, который проиграли 15-17. В повторной игре гости имели матч-бол уже в третьей партии, но уступили её на 23-м пункте, а затем проиграли и четвёртый сет, на больше-меньше. К тому же формату пришёл и тайбрейк, но здесь количество собственных ошибок больше было у хозяев, а харьковчане сумели удержаться от больших потерь и выиграли 19-17. Это первое поражение львовян в сезоне. Юрокадемия на своей площадке принимала Днепр, и первый матч неожиданно выиграла 3-1. Победа во второй встрече такой невероятной уже не смотрелась, хотя борьба на площадке шла нешуточная. Тем не менее, опять 3-0 в пользу команды Владимира Романцова. В таблице по-прежнему локомотив второй, юристы седьмые. Женская волейбольная команда высшей лиги «Харьковчанка» накануне отъезда тоже во Львов на третий съездной тур получила приятный подарок. В зале педагогического университета подопечные Анатолия Казмирчука впервые тренировались в новенькой форме, подаренной спонсорами команды. До этого они пропагандировали только железный спорт, но перед очарованием женского волейбола устоять не смогли. И останавливаться на этом в помощи харьковским спортсменам не собирается. Но чаще всего вузовские команды не имеют возможности приобретать форму, нормально тренироваться, поэтому и было принято решение помочь одной из харьковских команд как раз приобрести, сделать хорошую качественную форму, чтобы они в суперлиге выступали уже в красивой, классной форме. Спонсоры всегда были и есть, как и спортивные команды, только ходят они зачастую по разным сторонам улицы и свести их некому. Эту роль на себя взяла Елена Шелест – волейболистка в прошлом и, возможно, в будущем. А сейчас спортсменка, выступающая в бодибилдинге, раздел фитнес-бикини, победительница любительского европейского конкурса «Мисс Олимпия». Очень важный такой момент является мотивацией, потому что сейчас спорт у нас не так сильно активно поддерживается, и поэтому любой подарок, мяч, это будет наколенники, кроссовки, неважно что, это все будет огромным знаком того, что ты кому-то нужен, и что ты делаешь это не зря. В справедливости ради скажу, что поддержка у волейбольной харьковчанки есть. Помогают ректораты Педагогического университета и ЗОО Ветеринарной академии, Федерация волейбола и Управление по делам молодежи и спорта обл. администрации. Но и затраты растут из года в год, иной раз на выезды приходится искать деньги, а уж до новой формы дело могло и не дойти. В этом смысле помощь студенческому спорту всегда нужна и всегда кстати. Тем более, что у харьковчанок амбициозные планы на следующий сезон. Мы планируем все-таки, наверное, пробиться в Суперлигу для того, чтобы женский волейбол, харьковский волейбол занял достойное место в списке лучших, наверное, все-таки команд Украины для того, чтобы показать, что студенческий спорт – это не только, скажем, прерогатива западных вузов, а что студенческий спорт может развиваться и в университетах Украины, и на достаточно высоком уровне. Мы хотели бы пригласить и зрителей на наши игры, и хотели бы пригласить спонсоров и сказать единственное, что мы сделаем все для того, чтобы женского волейбол Харьковщины процветал и был, наверное, все-таки на самой-самой высокой ступени пьедестала почета. Сейчас Харьковчанка занимает второе место в таблице после киевского фаворита. Во Львове команда сыграет с местным училищем физической культуры и Черновицкой Буковиной. В женской баскетбольной суперлиге клуб ХАИ принимал пятую из дюшер из Днепра. Соперницы и в таблице идут рядом, и в счете по ходу матча шли рука об руку, во всяком случае в первой половине. Но у хозяек в кои-то веки собрался оптимальный состав с двумя центровыми, одной из которых была игрок сборной Украины Александра Чек. Пожалуй, это был решающий фактор, потому что за игру Саша сделала дабл – 18 очков и 10 подборов. А самой результативной у гостей стала Оксана Фастова, на счету которой вообще 22 плюс 12. То на то выходило до большого перерыва, когда счет был плюс 5 в пользу ХАИ. Большой шаг к победе хозяйки сделали в третьей четверти, которую выиграли с преимуществом в 11 баллов. Зато последний игровой отрезок проиграли на минус 5, чего для общего выигрыша хватило 56-45. Но игрой своих подопечных тренер осталась недовольна. С двумя центрами играть проще, но они, я так понимаю, не сыгрались, друг друга не видят. И состав привык играть с одним центром и не имеют преимущества, играя с двумя большими. Это раз. Во-вторых, наш соперник сегодня играл одним центром. И маленькие игроки вытягивались и забивали нам с периметра. Поэтому мы, возможно, имели где-то преимущество в нападении, но очень много теряли в защите. В матче следующих туров ХАИ сыграет в Ровно и Виннице. В Одессе состоялся чемпионат страны по борьбе самбо в двух возрастных категориях. Среди тех, кто не старше 18 лет, в спортивном разделе победили представители Харьковской области Сергей Кривчач, Александр Духневич, Роман Труш, Софико Багишвили, Анастасия Безотосная и Владислава Нецвет. Среди 20-летних первенствовали Владислав Березка и Данил Белостоцкий. В командном зачете сборная Харьковской области и по юношам, и по юниорам стала третьей. Харьков принял чемпионат Украины по греко-римской борьбе. Возрастной формат интересный. Номинация вроде взрослая, но в то же время с ограничением возраста до 23 лет. Дело в том, что это самый тяжелый период для спортсмена – переход из студенческого спорта во взрослый. Харьковчане на домашнем турнире до золотых медалей не добрались, но боролись за них. В весовой категории до 75 килограммов Ясав Зейналов в красном противостоял Закарпатцу Павлу Молнару. Так и не дав друг другу провести ни одного технического действия, борцы завершили схватку в нищую 1-1 по пассивам. Но последним балл получил Молнар, а подопечный Виктора Клинцова остался вторым. В финале веса до 80-ти харьковчанин Ярослав Фельчаков боролся с тернопольцем Андреем Антонюком. На Запорожском чемпионате Украины победил Фельчаков и на родном ковре начал собрано. Но пропустив прием на два балла, полез вперед и в одном из эпизодов, выталкивая соперника за ковер, пропустил бросок прогиба. После возобновления борьбы сократить отставание подопечному Юрия Тимченко удалось, но победить нет. Я строил схватку, чтобы соперника загнать, но я не думал, что я буду проигрывать. Всегда думал работать первым номером и выиграть эту встречу, тем более так, как я был дома. Но соперник, мы с ним конкуренция уже не первый год, и он выиграл заслуженно. Судьи не вмешались, не решили судьбу противостояния нашего. Ну, я считаю, что неправильно распланировал схватку и не более того. Самой зрелищной схваткой турнира стал финал категории до 59 кило, в котором боролись запорожец Жора Абовян и Александр Грушин из Киевской области. Абовян начал увереннее и вел по ходу встречи 5-0. Но после перерыва Грушин продемонстрировал такую технику и волю к победе, что без награды они остаться не могли. И не остались. Синий добыл волевую победу и вместе с ней золотую медаль. Но соперничество на ковре не помеха дружбе этих борцов. Интервью после финала Грушин согласился дать только вместе с Абовяном. Каждый приезжает сюда выиграть. Каждый идет к этой цели и год тренируется, чтобы показать результат в конце года какие-то соревнования. Сегодня выиграл я, так случилось, так суждено. Завтра Жора выиграет. Ну, это спорт. Каждый тренируется и готовится. Ты тренера фронта? Конечно, хотелось бы выиграть у него, но действительно, он правду говорит на все воле Всевышнего. Думаю, один день я чемпион, один день он. Думаю, в следующий раз все поменяется. Возвращаясь к категории до 75 килограммов, скажу, что бронзовую медаль в ней завоевал еще один представитель Харьковской области Гасан Гасимов. Днем позже на тех же коврах боролись вольники в рамках всеукраинского юношеского турнира на призы клуба Колизей. Это тот возраст, в котором понятие о борьбе уже сложилось, а силе требуется выход на соревнованиях. Поэтому на коврах было много технических действий, побед на тушень, никаких тактических хитростей, все от души. Ну и присутствие старшего тренера кадетской сборной Украины Олега Зайца тоже мотивировало. Такие турниры – хорошая подготовка к чемпионату Украины в Черновцах и последующим первенствам Европы и мира. Очень серьезная и приличная конкуренция, так как половина страны присутствует на нашем турнире. Очень сильные захватывающие схватки, особенно ближе к полуфинальным, финальным встречам. Каждая схватка имеет большой накал и очень большой интерес. Харьковщане действительно выступили как хозяева. Они победили во всех трех девичьих категориях и в 11 из 13 номинациях юношеского и кадетского возраста. В Сянках Львовской области завершился открытый чемпионат Украины по лыжным гонкам среди ветеранов. Соревновались в пяти возрастных группах от 30 лет и до 70+. В трех из них первенствовали харьковские лыжники Станислав Щепа, Сергей Ляхов и Анатолий Туркин. А по общему количеству добытых наград и очков сборная Харьковской области стала лучшей, забрав с собой главный трофей чемпионата. В бассейне «Локомотив» состоялся чемпионат Украины по синхронному плаванию. Практически начало нового сезона теоретически олимпийского цикла. Особое внимание к сборной Харьковской области не только из-за территориальной привязанности. Это база сборной страны, с которой связаны олимпийские надежды. А после Бразилии состав обновился более чем наполовину. Например, в группе из заслуженных остались трое – Екатерина Садурская, Ксения Сидоренко и Анастасия Савчук. Сейчас задачи такие, чтобы хотя бы не упасть в результате. Если мы сохраним тот же результат, что был в прошлом году, то практически мы выполнили задачу. Со следующего года, уже с 2018 года, мы уже будем пытаться что-то переделать. В позициях в мире. Пока это только прогноз, вот то, что сегодня. Еще один заслуженный мастер спорта Анна Волошина от участия в группе была освобождена, поскольку исполняла сольные программы и выступала в дуэте с Елизаветой Яхно, а позже – в комбинированной группе. Как и у других участниц Олимпиады, планы Волошиной относительно профессиональной карьеры пока не идут дальше летнего чемпионата мира. А в деле боевого слаживания с младшими участницами сборной иногда приходится исполнять тренерские обязанности. Мне уже начали дома замечания делать, что я со всеми разговариваю тоном наставника. Я говорю, это уже привычка. Мы их поддерживаем, подсказываем, что нужно. В некоторых моментах, конечно, и поругать можем, но в меру. Ну, малыши нормально, они жизнерадостные, активные, в общем, целеустремленные. Я думаю, все получится. Во всех номинациях чемпионата харьковчанки победили с большим отрывом от соперниц, ближайшими из которых зачастую также были воспитанницы харьковского синхронного плавания. С одной стороны, помогли старые проверенные программы, с другой – взаимопонимание с молодыми партнершами, для которых эти программы как раз пока еще не сильно накатанные. Мне очень нравится, мне очень приятно стоять в дуэте с талантливой и высокой по уровню спортсменкой, потому что Аня Волошина всегда была для меня очень большим примером. Она вообще большая молодец, очень трудится, делает все программы. На чемпионате Украины выступили и два смешанных дуэта. Кстати, в Харькове объявлен набор мальчиков в школу синхронного плавания. Те, кто меряет красоту поднятыми килограммами, соревновались в Чернигове на Кубке страны по тяжелой атлетике. И здесь харьковские девушки тоже лучшие. Свои весовые категории выиграли Мария Гангур – 53 кило, Камила Конотоп – 58 кило и Ирина Деха – 90 кило. Алина Захарченко стала третьей и сборная Харьковской области – первой. Мужчины выступили чуть скромнее. Золотыми призерами стали Павел Залипский – категория до 56 кило, и супертяжеловес Олег Слободенюк. Тяж Василий Пилипенко победителю уступил всего кило и стал вторым. Евгений Янцевич в своей номинации занял третье место. Мужская сборная области в Чернигове стала серебряной. Харьковская биатлонистка Ольга Абрамова вернулась в спорт после годичной дисквалификации. На этапе Кубка IBU в Словацком Осербле она выступила в спринте и заняла 15 место. В гонке преследования улучшила этот результат на одну позицию. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.